Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, мы заканчиваем наш курс. Закончить я хочу вопросами безопасности. Звучит это так, что страшно даже подступаться, но если вы будете следовать каким-то элементарным правилам, самым базовым, это на 80 процентов обезопасит ваш сайт. А элементарные правила это сложные пароли на доступ к FTP и админке, никому их не давать, хранить в защищенном месте. Для всего остального есть плагин All-in-One WP Security. В панели он представлен просто как WP Security. А вот так выглядит сейчас безопасность нашего сайта, где-то примерно 0 из 515. На самом деле, конечно, это не ноль, просто из рекомендаций плагина мы не выполнили ни один. И первая рекомендация от плагина от меня выполнить резервное копирование перед настройкой безопасности. Да и вообще периодически его делать. Мы не будем использовать WP Security, а сделаем сторонним плагином. Он удобнее. Называется он Дупликатор. Кстати и Дупликатор, и WP Security бесплатный плагин. Бэкап это вообще-то тоже средство защиты и весьма продвинутое. Если ваш сайт взломали и как-то там набедокурили, вы всегда можете загрузить бэкап. Если бэкапа нет, делайте сайт заново. Пока у нас бэкапа нет. Нажимаем создать новый. Далее. Тут информация по системе. Мне кажется на размер и имена файлов он ругается всегда. Картинки тут русскоязычные. Лучше взять за правило и называть латиницей. Хотя он все равно, наверное, будет ругаться. В общем не важно. Я предупрежден и дальше. Он создает пакет и можно его скачивать. Можно скачать по очереди или одной кнопкой. Все. Мы скачали полностью наш сайт. А вот он. К сожалению, если у вас крупный портал, процесс этот будет проходить немного дольше. Я не буду подробно показывать, как восстанавливать архив в целях экономии времени. Будем надеяться, что вам это не понадобится. Если понадобится, найдете информацию. Это не сложно. Заходите по ftp, удаляете старый сайт, заливаете архив и инсталлер php. Набираете в адресной строке адрес сайта слэш инсталлер php. Следуйте инструкции. Можно почитать об этом, например, здесь. Кстати, созданный бэкап хранится на сервере и занимает 118 мегабайт. При том, что сайт у меня пустой. Поэтому если вы его скачали, бэкап сервера можно и удалить. Ну и переходим к VP Security. Теперь тут можно ломать что угодно, а бэкап у нас есть. Задача – поднять эту стрелочку хотя бы до середины. Тут у нас первостепенная задача. Во-первых, блокировка авторизации. Вообще, большая часть усилий, связанных с безопасностью, направлена на то, чтобы злоумышленник, а это всегда робот, просто иногда по следам его идет человек, который пользуется его трудами по взлому и чего-то там делает. А иногда человек даже и не появляется, все делает робот. Так вот, робот пытается подобрать пароли и если включить эту галочку, то на третьей попытке IP блокируется на 60 минут. Все параметры вы можете менять, либо три попытки, либо попытки в течение пяти минут. Я бы увеличил интервал. Ну и собственно сохранив изменения, мы получаем 20 баллов к нашей безопасности и выполняем одну из первоочередных задач. Видите, стрелочка немного поднялась. Вторая – это базовый firewall. Тут много настроек. Разработчики советуют предварительно сделать бэкап htaccess. Он у нас вот здесь находится, насколько я помню. Да. Ну то есть он на сайте находится, но можно отсюда. Он его положил вот в эту папку. Заходите по ftp, находите папку, вот он. Можно также переложить на компьютер. И еще wp-конфиг можно скачать на всякий случай. И возвращаемся к firewall. Начнем смело ставить галочки. Не буду рассказывать какие про что, тут их очень много, какие-то я даже до конца не понимаю про что, но смотрел чужие видео, читал, что пишут люди и ставлю в соответствии с их советами. В любом случае на работе моего сайта все это отрицательно не сказалось. А вот это только можно не ставить, могут заблокировать хороших ботов. Тем более, что за это дают всего 5 баллов. Шучу. Вообще тут очень подробно и по-русски описывается каждая настройка. Кому интересно, читайте перед тем, как ставить галочку. Вот тут у меня есть сомнения, но советую тоже ставить. И мы подняли уровень безопасности уже до 185. Выполнили все первоочередные действия, можно пройтись по второочередным. Например, вот это неплохо бы подправить. Добавить собственный префикс таблиц базы данных. Зайти в файловую систему. Тут у нас разрешение на работу с основными файлами. По идее они должны быть максимально закрыты, но некоторые плагины, а то и люди открывают разрешение. Есть текущие и рекомендованные. Чем выше цифра, тем больше разрешений. Тут только одна рекомендация уменьшить разрешение 0644 заменить на 0640. Согласимся. А остальные не трогаем. Он предлагает дать больше разрешений, но раз сайт работает, то и не надо. В общем я бы сказал, что таких прямо первоочередных действий тут больше нет. Мне нравится еще вот такая функция. Вы меняете адрес авторизации с wp-admin на свой. Лучше какой-нибудь заковыристый и роботу придется еще поискать, где у вас страница авторизации. Главное запишите новый URL, потому что по старому вы уже не зайдете. Ну и собственно таким образом мы разогнали безопасность до 205. Можно еще походить, поискать дыры. Вот например у нас никнейм совпадает с логином. Если мы где-то на сайте ник засветим, полдела для робота сделано. Логин у него уже есть. Ну и вообще еще раз повторяю, все эти действия бессмысленны, если вы относитесь халатно к своему логину-паролю. Либо даете доступ людям, которые относятся халатно к своим. Никакие высокие технологии не помогут вам, если логин у вас админ, а пароль 123456. Хотя кто его знает, возможно ни одному роботу не придет в голову, ну или что там у него, попробовать эту связку. И это окажется самое защищенное сочетание логина с паролем. Не знаю, но экспериментировать с этим я все-таки не советую. Все, курс закончен. Надеюсь я рассеял страхи перед WordPress у тех, кто его еще не пробовал. Планирую сделать уже продвинутый курс по WordPress и заново запугать тех, чьи страхи рассеял этим курсом. Все, всем пока.